МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Вышли на полную магутность. Сегодня у «Гомеля» открыли еще одно новое предприемство. Поселная уже не за горами. До первого соковика в регионе повинна быть полностью готова вся сель-газтехника. Осторожно тонкий лед. Специалисты застерегаются от выхода на водоемы. Раскоша минулой эпохи и супер-сучасные технологии. После реконструкции открылась малая зала кенетеатра имя Калинина. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Не ломать, а удосконаливать. Миновита такого подыходу притримливается президент Беларуси в питаниях развития национальной системы эдукации. Будучи не в этой сфере, а так само все проблемные моменты обмерковались сегодня у Палации Незалежности. Спектр тем был самый широкий. Это обновление научных программ в школе и ВНУ, заработная плата и престиж профессии педагогичных працевников, новые подручники и вядома личбовая трансформация эдукацийных процессов. К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Это в очередной раз. Я просто хочу, прежде всего, сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Во-вторых, каким-то образом, если в этом есть необходимость, подтолкнуть. Ну, модно говорить, те реформы, которые сегодня идут в образовании, хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем, мы должны совершенствовать то, что мы имеем сегодня и то, что мы получили вчера. Ломать ничего нельзя. Ясшоу початку года Александр Лукашенко дал зрозуметь, за эдукацию возьмутся серьезно. Были поставлены конкретные задачи, якостная подрыхтовка специалистов, нияких выпадковых людей у магистратуры, перегляд программу в школах и ВНУ. Эдукация должна быть практикой ориентованной и отвечать потребованиям, которые диктует само жизнь. Словом, нужно рыхтовать кадры под реальные потребы экономики. Сегодня в Гомере на полную могутность вышло еще одно новое предприемство. Что год на им будут выраблять до 180 миллионов шкляных выработов. Зараз эта продукция запотребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. С мягчимостью вытворчасти ознайомились наши корреспонденты. Неколью в этом будинку находилась вытворчость у зористых шкла. По темной площадке вырабляла бутыльки сумесное предприемство. На жаль, тогда конкуренция на рынку шкловырабов оказалась не самой сприяльной. ИСП обанкрутилась. Прикладно, четыре года тому площадь передали акционерному товариству «Гомель Агрокомплект». Новая вытворчость для предприемства, якое специализуется на сельско-господарчем обсталявании, оказалась непрофильной, а летчас показал, что это было правильное решение. По-разному сложилась ситуация. Еще раз повторю, благодаря партнерским отношениям с компанией «Веда Транзит» нам удалось его запустить, отремонтировать. На сегодняшний день, не побоюсь сказать, это самое современное предприятие в Беларуси по выпуску «Стеклотары». Об затеканности Беларуси у новой вытворчости можно мерковать по такой лижбе. Сегодня практически половая шкловырабов, что выкористовывается в Украине – импорт. «Гомельский завод» да поможет снизить эту залежность. Тем более, что его могутности позволяют выраблять бутыльки для молочной продукции и шклянки для детячего харчавания. Зараз это на 100% экспортуемая продукция. Максимум при четыре годы укладенные у реконструкцию сродки повинны окупиться. Самый лучший упаковочный материал, экологически чистый – это стеклянная тара. Его категорически не хватает в Европе, в России и в Беларуси. В Беларуси производят стеклянные тары примерно 300 миллионов бутылок в год. Потребность – примерно 700 миллионов бутылок в год. Ну и, естественно, и банок для консервной отрасли. Поэтому разговаривать о том, достаточен объем или недостаточен, даже неуместно. Надо еще два таких, три завода, чтобы только Беларусь могла решить вопрос импортозамещения тары. Одночасово каля третий вырыбленного будет накироваться на экспорт. Валютные поступления для экономики краины так само мают неопошнее значение. Европейский рынок тем больше перспективный, что с наступного года на им уводится полная заборона на выкористание пластиковой тары. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Александр Харлам, Паутеля радиокомпания «Гомель». До первого соковика вся техника, которая будет заденечена в поселных работах, должна быть полностью готова. Такую задачу перед сельгаз-продприемствами и ремонтными организациями поставил областный выканавший комитет. С ходом работы знакомились наши корреспонденты. Сирот самых значных проблем, с которыми сельгаз-продприемства сутыкаются при подрыхтуке до полевых работ, – зношенность техники. У некоторых господарках она не обновлялась о маль 10-ти годе. При отсутствии необходимых средств для полновартостного ремонта, многие мкнутся проводить одновленные работы уластными силами. В Светлогорском агросервисе лечит, что это нелепшее выезд. Часто драмонтованные в невеликих майстернях агрегаты выходят со строя у самоотказных период полевых работ. При этом специалисты погаджаются. Подчас принятия техники на ремонт, финансовый стан господарок необходимо уличить. У Светлогорска с этой нагоды распроцовали гибкую систему разликов. Мы любые формы применяем. Что берем зерно, что металлолом, что мясом, что переводы долго. Дровами готовы брать, дуб, граб. Ну, разные источники. Уся сельско-господаршая техника, якая будет заденечена на поселных работах, повинна быть одрамонтованная до початку наступного месяца. Однако по куль, по широку позиций распроцованные графики не вытримливаются. Разом с принятием мер по выправлении ситуации на Гомишине почался процесс обновления техничного парку. Летось у рамках державной чарнобыльской программы для сельско-господарших предприемств в области набыли больше, как 100 тракторов. Планы на этот год еще больше масштабные. Парадка 1500 единиц. Это и тракторы энергонасыщенные 35-22, это и почвообработка к ним, это и кормоуборочные комбайны, это и зерноуборочные комбайны, это и автомобили МАЗ, которые именно будут для ферм, для того, чтобы обеспечивать работу на ферме. Олег Сенсюров, Анастасия Кучинская, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Для неоткладного выращения хвалючих пытанев, завтра у Беларуси пройдут черговые субботние линии мясовых органов Улады. У Гомельскими облуканками на звонки откажет первый наместник старшины Геннадь Соловей. Номер телефона 33-12-37. У Гарвы-Конками на связи будет наместник старшины Сергей Андреев. Номер 75-63-33. Промые линии будут спрацовать с 9 до 12-1. То мороз, то адлига. Зменилася на дворье и резко погоршилась обстановка на водоемах Гомельской области. Об этом сёння поведомили на брифингу у Абл-Вы-Конками. Специалисты закликают быть еще больше стерожными, как подчас зимовой рыбалки, так и при любом выходе на покрытое льдом водоемы. Марина Джалая с подробязностями. Больше высокая температура поветра, отталые воды, туман, опадки и лёд становится меньше трывалым. Дарыши на большей стерек в области ледовое покрытие в вогуле не сформировалось. Выходно таки лёд небеспечный для життя. Крыху больше трывалы на закрытых водоемах, озерах и затоках. Тут ягота ушня находится у межах от нуля до 30 сантиметров. Але за опадков и гэтый лёд становится небеспечным. Рыхлым и пористым. Йон може не вытрымать ваги человека. В таких погодных условиях, конечно, лучше воздержаться от выхода на лёд, ну, прежде всего, любителям рыбной ловли. Потому что они выходят на лёд при любой погоде зачастую, не обеспечивая свою личную безопасность. С началом ледостава в республике утонуло при передвижении и рыбной ловле 8 человек. Из них один несовершеннолетний. Это случай, который произошёл в прошлом году, 30 ноября, в городе Добрышев. Вот когда утонул несовершеннолетний при передвижении и играх на льду. В этом году в республике утонул один человек, рыбак. Вот такие брошюры захопила с собой на встречу с журналистами офицейный представник Управления Министерства по надзвичайных ситуациях по Гомельской области Мария Клязович. Эти листы призначены для детей. Многие из них – об небеспеции зимовых забав. Малявниче доступно выразно у них тлумащатся основные правила поводена в экстренных ситуациях – попереджение об небеспеции выхода на лёд. Профилактичную работу с неполнолетними проводят круглый год многие службы, а не лишним будет и батькам, как могут шестей нагадывать правила безопасных життя своим детям. Чтобы обезопасить своих детей в зимнее время, родителям, безусловно, нужно позаботиться о том, чтобы досуг ребенка был организован верно. И вместе с ребенком, осмотрев радиус так называемой безопасности, пройтись и изучить возможные опасные места, которые ребенка окружают, ну, допустим, по пути со школы домой. И пройдя эти места вместе с ребенком, объяснить, чем они опасны и как себя вести при попадании в ту или иную ситуацию. Если мы говорим про зимние водоемы, то обязательно ребенку нужно объяснить, что на водоемах ребенку не место играть. И тем более, когда идут туда сверстники, обязательно нужно остановить их и рассказать, чем это чревато. И еще один актуальный для детей и дорослых напомин. Знову же за смены на дворе асфальты и пешеходные дорожки стали вельми слизкими. Травму отрымать на такой дорозе вельми просто. Лепш наимгнение спазниться, выконаить свои справы, чем поспеть у травматологию. Марина Джалая, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Если чашка стоит так, это очень высокий соблазн пройти мимо ее захватить себе, повторить движение родителей. А дальше 15% ожог лица, шеи, руки. Модельный центр размещен в четвертом филиале Гомельской городской детячей поликлиники. Тут на прикладах демонстрируют семяродные небеспечные для детей ситуации. Специалисты центра показывают, как организовать жилое помешкание, чтобы избегать несчастных выпадков. В рамках «мама школы» и «тата школы» лучше правильно купить дитя, организовать спальное место и навод подбирать беспечные цацки по возрасту. А кроме родителей проходят научение и медработники. В худшем времени они смогут применить методы профилактической работы в своих районных поликлиниках. Задумка была давно, а тут мы попали в программу ЮНИСЕФ по созданию таких модельных центров в каждой области. Наше предложение выиграло тендер, и нам помогли оборудовать. Мы дооборудовали на свой вкус, потому что много занимаемся давно с беременными, с родителями, знаем, что наиболее актуально, как показать наглядно. Крыштальные люстры, позолоченные дверные ручки и креслы с пледами. Малая зала Гомельского кинотеатра «Имя Каленина» открылась после реконструкции. И она может принять до 150 глядачов, а благодаря современному обстановлению, ровных в области ее нема. На первом кинопоказе побывала Ганна Корольчук. Вытонченную атмосферу 19-го ста года передает интерьеру стиле «Ампир». Такий дизайнерский ход для малой зала обраны не выпадково. Будинок кинотеатра «Имя Каленина» – это частка комплексу гостиницы «Совой», побудованный по проекте гомельского архитектора Станислава Шабуневского в 1911 году. А после 12-го года это помешание пустовало, но, благодаря реконструкции, за 7 месяцев поменяло свое обличие. Таким чином, с допомогой оформления зала злучила те перешние минулый час. Многие архитектурные элементы заховалися, например, оригинальные у выходные и выходные группы. Очень приятно видеть такой интерьер, он меня поразил, светлый, современный, который целиком и полностью соответствует кинотеатру такого поколения. И таким конструктивно замечательным залом, с хорошим звуком, с хорошим изображением. Калявого хода у залу, для наведывальников створили кинобар, а на балконе холла отвели место для музыкантов, которые будут сустрекать гостей. Саму кинозалу обсталевали личбовым кинопроектором «Барка», который подходит для 3D-фильмов. Акустическая система Dolby Digital Surround створяет иллюзию полного погружения в фильм. Бельгийский серебряный экран передает природную насыщенность кольеру, максимальную выразность и яркость. После урочистого перерезания символичной киностужки гоноровые гости церемонии отправились займать свое место в зале. Современное кинооборудование, экран, кресло удобное, диванная зона, вип-зона. Я думаю, нашему зрителю, нашим киноманам это очень понравится. У нас сегодня очень много гостей. Это мои коллеги. И те, которые принимали участие в ремонте этого зала, наш подрядчик. Поэтому, я не знаю, у меня много таких замечательных чувств я испытываю. Открылась кинозала российской премьеры романтичной комедии «Семь вечер». Причем гомельские глядачи увидели эту картину первыми, дая ей офицейного релиза. Этот подарок у год малой родины сработал российский продюсер, уроженец Гомеля Георгий Малков. И он в самом молодости не раз приходил в этот кинотеатр. Тому был рад, что его фильм первым покажут на новом экране. Кинотеатр Калинина, ГДРовские фильмы про индейцев. Просто штурмом брали залы, была такая история в кинотеатре Калинина. Индийские фильмы. Все было и все связано с кинотеатром Калинина. Важно же не только то, как ты смотришь, но и что. Надеюсь, что здесь все совпадет. И то, какой уютный кинозал, и то, какое у нас сегодня классное под настроение кино. Почетно еще и то, что сегодня самый первый публичный показ нашего фильма вообще. То есть мы его только вчера закончили, и вот я сегодня приехал. Зараз на Гомельщине 13 кинотеатров с 19-ти переведены на личбу. Все лета масштабная реконструкция чакая кинотеатру Петрикове. Ганна Корольчук, Василия Сипцов, телерадиоакомпания «Гомель». Браво, брависимо! Завтра в Гомельском цирку стартует новая программа. На передании артисты по час пресс-конференции рассказали журналистам об том, что чакая гомельского глядача. А это выступление поветранных гимнастов и канатаходцев, номары с белыми тыграми, пауночным оленям, африканским носорогам. Так само на манеж выйдут дрессированные гуси, что довольно редкая з'ява у истории циркового мастатства. А лишь головный артист новой программы у Гомели – знакамитый на увесь свет клоун Дэвид Ларыбля. У его портфолио выступление на лепших пляцовках Европы и Америки. Будучи клоун, с детства освоивал самые разные цирковые жанры. У своей творчости он сполучая вопыт советских и европейских артистов. А майстром, який оказал на его наибольший уплыв, стал народный артист РСФСР Андрей Миколаев. Дэвид Ларыбля размавляет на шасти мовах. Русской в этом списке нема. Однако, как показали недавние гастроли в Москве и Санкт-Петербурге, это не перешкоджает наладить контакт с глядачом. Если я выхожу на манеж и что-то не получается, значит, это моя вина. Значит, я был недостаточно готов. Зритель тут ни при чем. Однако, для меня непоправимо выйти к людям и не сделать так, чтобы они смеялись и получали удовольствие от выступления. Я выступал перед публикой в самых разных странах. У меня всегда получалось налаживать контакт с людьми. Я уверен, что Гомеле не станет исключением. И мы все вместе хорошо проведем время. Гастроли артистов с новой программой в Гомеле протягнутся до третьего соковика. ГТА, так и другие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете. По адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто». В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Вышел на дорогу и попал под колеса. В регионе все чаще стали сбивать пешеходов. Только за прошлый год произошло более восьми десятков аварий на пешеходных переходах. Отмечу, что таких происшествий было даже больше, чем наездов вне зебра. Печальную статистику накануне пополнил еще один случай. В очередном ДТП, которое произошло в Гомеле на улице Каменщикова, пострадала несовершеннолетняя. По предварительной информации, водитель автомобиля совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. С травмами ребенок был доставлен в больницу. Напомним, что с начала этого года под колесами машин оказались сразу несколько школьников. Так, 19 января на улице Советской областного центра 13-летних сестер-близняшек сбила Мазда. Девочки переходили дорогу по всем правилам, по пешеходному переходу на зеленый. 15 лет лишения свободы. Именно столько по результатам прений, которые прошли сегодня в областном суде, попросил назначить прокурор для обвиняемого, ранившего ножом троих милиционеров. К слову, свою вину молодой человек не признает полностью. Напомню, инцидент произошел еще в мае прошлого года. Беглый преступник при попытке задержания серьезно ранил троих оперативников и сбежал. Преступника обнаружили в районе Центрального парка. Там он и попытался уйти вплавь через СОЖ. Его настигли бойцы ОМОН. Им пришлось открыть огонь на поражение, прострелив беглецу обе ноги. Неосторожное обращение с огнем при курении. Именно так звучит основная версия причины пожара, закончившегося трагедии в одном из домов деревни Ветхинь Реческого района. К моменту прибытия спасателей деревянное строение уже горело вовсю. Проникнув в помещение, сотрудники МЧС на полу в одной из комнат обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. Как позже выяснится, погибший временно проживал там с разрешения хозяина дома. Коварная мебель в Гомеле сотрудникам МЧС пришлось спасать ребенка, который застрял в обычном стуле. Инцидент произошел накануне, рано утром в одной из квартир по улице Бочкина. Трехлетняя девочка во время завтрака, засунув ножку между элементов стула, достать ее не смогла. Не удалось это и родителям ребенка. Работниками МЧС была оказана помощь в высвобождении ребенка. Девочка чувствовала себя хорошо и в госпитализации не нуждалась. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. В этом поединке отличился игрок гомельского ВРЗ Владислав Селюк. Галкипер еще одной гомельской дружины БЧ Владимир Стремилов защищал ворота нацкоманды во втором тайме. Днем ранее белорусы забили пять безответных мячей ворота команды Косова. Завтра нашей команде предстоит матч против сборной Норвегии. Подопечных Андрея Толмача устроит и ничья. Кстати, этот поединок станет 200-м в истории белорусской сборной. Еврокубковый уикенд. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» в субботу и воскресенье проведет поединки 1-8 финала Кубка вызова ЕГФ. Игры пройдут в Гомельском дворце игровых видов спорта. Бороться за путевку в четвертьфинал дружина Тома Жичатера будет против команды Кока из хорватского города Вораждин. В чемпионате Хорватии команда занимает четвертое место. От тройки сильнейших подопечных Владимира Конюги отделяет всего один балл. В «Гомель» Кока отправилась в хорошем настроении. 30 января в рамках чемпионата Хорватии была обыграна Трешневка из Загреба 26-23. В субботу стартовый свисток во дворце игровых видов спорта прозвучит в 17.00. В воскресенье матч стартует в то же время. Хоккейный клуб «Гомель» прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала более десятка матчей. В очередном туре чемпионата страны в экстралиге «Рыси» на выезде играли с «Динамо» молодечно. Гости усилиями «Сусла» в первом периоде вышли вперед. Чуть более минуты понадобилось Белевичу, чтобы восстановить паритет. Каракулька во втором периоде вывел Зубров вперед. Отыгрались гомельчане на старте заключительной трети. Семочкин уравнял цифры на табло. А вскоре хозяева были уже в роли догоняющих. Колышкин сделал счет 3-2 в пользу Гомеля. Удержать победный результат гостям удалось. Жлобинский «Металлур» гостил у молодежной сборной Ю-20. К экватору первого периода Столевары уступали 0-2. Гостевые ворота поразили Игнатов и Котеловский. Камбэк у жлобинчан получился довольно быстрым. Обметка и Чирова к 32-й минуте уравняли шансы коллективов на победу. Решающей стала 45-я минута. Ошибка у своих ворот стоила Столеваром зачетных баллов. Крылович принес победу молодежке 3-2. Завтра «Металлург» играет с «Динамо Молодечным». Гомель отправится в гости к молодежной сборной. Областное первенство по общей физической подготовке по академической гребле завершилось в Гомеле. Более сотни юношей и девушек боролись за призовые места. Юные гребцы выступали в двух возрастных группах 15-16 и 14-13 лет. Лучших определяли в тяге штанги лежа, напрыгиваниях на скамейку, прыжках в длину и беге. В общекомандном зачете первая стала сборная Гомеля. За ней расположились команды Мозеря и Жлобина. В личном зачете гомельчане отличились во всех дисциплинах турнира. Но в напрыгиваниях на скамейку в младшей возрастной категории заняли все призовые места. Сразу скажу, что соревнования являются такими достаточно массивными для детей, будем говорить, младших возрастов. Они отправными, эти соревнования являются, потому что это отборно-республиканское первенство. Достаточно большое представительство Гомеля и Гомельской области. И весьма неплохие результаты показывают подрастающее поколение. Мы надеемся, что из этой плеяды выйдут достойные потом уже участники более высоких соревнований, мирового масштаба, во всяком случае. Это резерв такой. Лучшие спортсмены областных соревнований попадут в сборные региона и побоются за награды республиканского первенства. Эти состязания 12 и 13 февраля будет принимать Полоцк. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...